коллектив всем привет и мы сегодня будем плазмой резать металл прям вот плазмой сейчас как начнем как ух значит есть в вайбере некая группа рихтовщиков группа называется body рихтовка боди рэпэй откройся главная страничка боди как тебе открыть боди рэпэй боди 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 рэпэй ну откройся я уже открываю культурная спельнота без мату без ничего в общем уже тысяча человек в основном украина там сидит рифтовщики всем привет и значит есть такая традиция да ладно есть группа есть подгруппа но все есть некая подгруппа модераторов мы там все сидим и модератор управляем группой потому что сейчас не поймут многие кто в группе есть такая традиция когда у человека день рождения каждый поздравляет скидываются кто сколько может там некая сумма которую не жалко или там традиция 200 гривен или ну кто как и в общем так как не было день рождения друзьями накидали денежку я долго думал что купить что нам надо в гараж к сожалению все есть ничего не надо из инструмента дожились ничего но в то же время как бы и давно хотел плазморез и даже недели две назад задумывался уже о покупке плазмореза потому что сашки став риска надо было порезать что-то ряд купи себе плазморез а я буду тебя резать сахты класса и в общем плазморез я всегда говорил что он как бы и нужен и когда но особо он и не нужен как бы купить за свои нету для него особой такой работы иногда чет порезать нету для него работы но в то же время и хочется и вот так совпало что друзья накидали денежек я посчитал что это как раз эти денежки вот на него и надо тратить я просто не знал куда их потратить ну как не знал куда на самом деле накидали то меньше девушек чему стоит но виталька молодец себе тоже там решил доложить и в итоге поздравляю нас плазморез благодаря парням с группы и ссылка под видосом рихтов ссылка под видосом в комментах закрепленная ссылка по любому это не реклама это все как есть очень сидя не буду перечислять всех пенсионеров и всех молодых людей из той группы но если скажу пенсионерам спасибо сразу там дядя куля с полумы и дядя боря и дядя вадим все поймут а молодые там же коронкой и не буду 7 я не хочу перечислять потому что людей дофига и сейчас кого-то прозеваешь обидится очень всем пенсионерами молодым спасибо огромное наконец-то купился плазменный вязать cut 50 по сегодня цель снять обзор порезать он с холода два часа чтобы грелся возле буржуйки значит изначально кинулся плазморез покупать сороковку что-то варианте рассматривался что ставились как говорит купим и мастер в мастер 7 лет аппарат варит часто сейчас уже не часто но раньше говорил в мастер такого уже не найдете поэтому не надо просить часто приходят ссылки да и ссылку на свой пар их уже не воспользуют есть шикарный плазморез в мастер 50 50 я начал его искать и говорится на сайтах он действует шесть с половиной но по факту наличие то их не бывает поэтому посовещать посовещался с многими людьми со с измаил стасом инвертором инвектором инвертор инвертором был куплен луч но это места сказал я с другими тоже посовещался был куплен плазменный резак cut 50 pro бесконтактный поджиг дуги комплектуется уникальным для модели рукавом g60 60 по идее универсальный аппарат для мастерской автосервиса кузнецово цеха с различными задачами по любым металлом супер 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 также также так то здесь какие-то комплектующие дело в том что на конь я не знаю как правильно называется цанга наконечник я никогда не видел живую плазморез никогда не резал никогда в живую не видел куча обзоров не смотрел поэтому как что называются я могу путать есть у нас в комплекте комплекте в комплекте я сам попросил продавца чтобы он не что-то кинул что это такое как называется может цанга может не цанга я все узнаю я все куплю это расходник раз я попросил для начала киньте мне там по одному расходнику мне дали вот одну часть это деда реаниматор знает где что покупать и как все называется мы еще не знаем и дали нам еще такую штуку ведут дырки нет нет вот такую штуку есть как бы два расходника для первого время сейчас спалим там том все замене есть два расходника сейчас есть еще зачем-то в комплекте 3 идет хомута ну прикольно значит цена 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 куплен он по цене я там покажу сожалению бумажку с ценой прозевал куплено в харькове центральный рынок барабашова нашел луновой лекси луч про куплены сам плазмореза 6 550 был такой в херсонской области ну стоил 750 я уже думал 7 500 этот куплен за шесть с половиной пятьдесят шесть шесть пятьсот пятьдесят и и расходники что-то тут два штуки по 50 гривен и того вся посылка 1656 650 кому на эти обзоры никому не надо всем нужно плазма вылетающие из-под горелки сейчас это я походу бумагу потерял ну ладно хорошо что я андрей леченкова заранее старофировал что у нас тут есть какая-то такая маленькая масса метра полтора вроде полтора какая причина кривая есть шланги кусок тоже метра полтора пособа не надо есть у нас горелка эту штуку можно отломать можно не ломать может там кнопка какая-то вот эта штука мне не нравится уже это чтобы случайно не нажать есть у нас тут железка это как-то она керамика откручивается это я все-то потом куплю это у нас откручивается и это у нас откручивается и того у нас а там ничего нету принципе надо будущее там колечко я знаю люди покупают один расходник вот второй расходник обязательно сейчас керамику разбить еще не пробуя керамика и это так понимаю железка для лузеров для начинающих чтоб могли дистанцию держать сейчас все проверим горелка достаточно длинная горелка метра полтора метров пять значит так пара у нас есть дежурная дежурная дуга что ли разъем там кислород это кнопка для инструкция а что вам в инструкции посмотреть ссылка оставлю под видосом на ул их человека не потому что он мне сделал скидку ничего не сделал я и не просил я просто попросил что он меня просветил более бы так классно с ним пообщались да и как-то быстро не знаю нормальный человек нормальный адекватный продавец то есть а кстати тезка звучит олик что нам тут надо инструкцию еще не читал надо посмотреть код 50 однофазный он спросил мне напряжение в сети классная да у меня 230 номинальная потребляемость 6 полный киловатт 320 вольт номинальный номинальный входной ток ампер я думал это выходной ну ладно 1050 кпд не надо не надо тип отжига бесконтактный укут 40 контактный луч получил луч до стрёмная фирма стрёмное название лучше бы конечно был в мастер но вы мастеров уже нет а может и не стрёмный не знаю посмотрим время покажет диаметр горелки миллиметр давление воздушного компра 45 давление воздушного толщина реза от 1 до 17 давление воздушного потока 05 расход воздуха сто восемьдесят девять к защиты 10 напомню у нас компрессор целосим в у которого производительность уже за 400 литров плюс у нас два ресивера по столе по 50 литров то есть у нас с давлением вообще все шикарно вес 8 и 8 приезжай на новую почту получать девочки говорю там посылка там аппарат сварочный тяжелый ну чтобы на мальчика позвала выходит не тяжелый нет он такой легкий действительно он легкий туру 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 сейчас аппарат покажу мне конечно еще в инструкцию найти по воздуху регулировка давления то что я в упор никогда не резал и ничего не знаю я пронизаю там на 20 амперах какое давление ставит алили 4 поставить практика покажет немножко смущает что аппарат серенький блин как-то он сильно вымажется но я поду посчитал вымажется малярама дадим перекрасим сам аппарат по моему легче чем у меня вы мастер легкий значит настроенный фильтр фильтр регулятор давления с отстойником такой же самый как у нас стоит на у меня такой стоит он сам сбрасывается у меня тут сам не сбрасывается на сбрасывать в общем регулятор регулятор давления это я уже крутил я забыл что поднять ее покрутить а потом опустить я сразу начал все ломать включалка выключалка кулеров луч профи не реклама одна фирма хотела подарить мне такую штуку но я мне не понравилась она потому что во первых она дороже чем эта штука во-вторых она идет с контактным поджигом но одна фирма хотела мне его задать но я не захотел брать потому что взять на шару а потом мучаться с тем бесконтактным неудобным не захотел я далее давайте поставим что у нас есть электронный дисплей минимальная максимальная по моему если не ошибаюсь время продувки воздуха возможно не увидит да наверно то что 1040 это ампераж 10 до 50 существует мнение что нельзя в аппаратах выкручивать на максимальную мощность иначе он горит я просто обзоры смотрел считаю это бредятина если в нем есть предел 50 значит можно все крутить далее есть масса есть горелка это что воздух да поэтому тут защищено все есть выключатель 10 пилотовская дежурная дуга то есть мы его по идее спасибо деду реаниматор где-то реаниматор мне краткий инструктаж там в ватсапе провел то есть мы по идее его можем воздухе у так поднял горелку зажечь пустить плазму а потом уже дотрон а потом уже резать что хотим просто и бывают бесконтактный позже контактный бывает пилота из дежурной дугой можете неправильно говорю пилотная дежурная дуга с ней проще резать гнилуху то есть ты в воздухе плазму зажег и пошел резать ну как бы вот такие опоздания проведенные с дед реаниматором и про и немножко уделенное время в гугле есть что еще вам показывать там уже охота плазму резать сейчас будем резать единственное что 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 токарь говорит вы с ними приди мы тебе переходник вытащим не хочу напрягать токаря никогда напрягать единственное что у нас там еще один внизу внизу нет лежит который тогда по обзаряди они как времени у нас с вами быстросъем а подожди здесь же хомут где-то я покупал метабовские такие быстросъемы с разными резьбами катушка прикольная всем советую не обязательно такой фирмы просто само устройство катушки прикольно в принципе открутим наденем для теста нам хватит а потом я куплю быстросъем с елочкой или сейчас поищу и через два хомутика просто шлангу там соединим и все да да бар машинка нашел штуцер я не хочу чтоб пропускала что все мои оборудование ну не пропускает этот немножко уже наверно выработаны сильно ищем другой еще один нашел ненужный предмет в гараже это вырубистый вот это вроде класса вещь блин ака тут резьба большая ладно там не так ли не откручивать придется открутить хотел сразу сделать сейчас все починить сегодня такое число 8 февраля 2021 года если смотрите через месяц 2 3 от этой даты лучше не смотрите потому что я знаю у вас вы уже нашли от видосы думаете что сейчас полный инструктаж по аппарату и обзор проведу нет этот это видос у нас он не обзорный не учебный это просто показать своим подписчикам что у нас в гараже появился вот такой инструмент по моим будем работать надеюсь долго и счастливо а вообще видео снять парням в байбер группу что друзья благодаря вам осуществилась осуществилась одна мечта идиота иметь плазмолез в гараже на вопрос что мы можем резать я еще не знаю это как тик сварка и и не было ничего не варил сварка появилась марим раз в неделю что-нибудь всегда варим блин он занесенный с холода час назад пусть еще донера погреется как-то я не уделил внимание о чем вообще режут поэтому нашел у себя в загашнике очки несколько лет назад товарищ подарил говорит а вдруг пригодится так ну зачем они мне лежали 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 сейчас пошел такие грязные выбор очки сварчика правда канатка мокрая будет голова мокрая но я думаю нам хватит значит накачал россии компрессор запустил он там накачался 8 девушек выключил чтобы нам больше не включался не шумел манометр выставлен там 4 4 очка выставлена металл шестерочку взяли для первой пробы блин только вчера кроссовки новые купил не знаю она и будет не будет но они рабочие куплены рабочие поэтому человек там жалеть жалей значит тоже по разъемам а чё тут по разъему когда пара ждет придется кирки лесу для него говорить для него и для битлс битлс мы используем для алюминия то есть как раз вы будет тележка с битлсом и с плазморезом которая будет редко использовался плазморез мы не будем там супер часто используют я вообще не знаю будем ли его использовать но всегда хотелось иметь потому что кто помнит когда мы делали лапы два года назад я даже снимал видос там что-то прорезку резаком кислород металла потому что мне тогда нужно было порезать металл так что-то дофига всего в этом столе сейчас мы все с вами включим дальше что у нас тут идет масса я подсоединю уже это пилотная дуга у нас идет отдельный провод и штекер и сейчас будет первое включение прямом эфире аппарат принципе он не был на холоде ну что он в кенга было в кенга я ездил машина была теплая и салоне было жарковато также печка нормально здесь он еще часа два был возле буржуйки он не холодный не холодный я еще не включал поэтому что произойдет когда его кучу не знаю так там у нас выпал здесь у нас клешку нам надо делать дальше включая нет там загорелась время продувки в упор не представляю что это так я особо не разбираюсь но если он режет об 17 написано это 6 это одна треть это вообще тут по идее одна треть это чё 15 аппер 17 ладно дадим 30 для пробы хотел в субботу снять обзор но здесь мазда была клиентская мне так не хотелось 5 искрами кончил сейчас на кенга стоит его можно так это не будем пока убирать так а ну пробуем плазму высечь продувку снизим я знаю как сказали уже написали многие нельзя воздухе плазму высекать нельзя не высекайте так лево-право вообще не знаю как никогда в жизни плазморезом не пользовался это мой самый первый опыт а ну давай поехали отвратительный опыт потому что вот эта пружина она цепляется за поверхность поэтому это с ними выкинем но горячая просто потому что плазмой все мы вывозали тут не вообще не понравилось как произошло все потому что вообще не прорезал я знаю они у меня все ушатаются еще не понравилось что все искры в руках полетели но я научусь сейчас подождите трубец давайте больше тока дадим тумы и зубимся 40 блин я еще знаю что надо руку уверенно держать ну что если скажу немного а продукту вообще нафиг не надо можно убрать поздравляю мы с вами плазмой отрезали кусок металла это таки прикольно снимает еще раз садили посмотреть прям вот близко близко а ну смотрите сейчас как плазма будет рассекать плод черного металла ага за что неудобно минусы я конечно бы отломал вот эту фигню потому что сейчас я вот так делаю немножко мне попал мне как-то под палец неудобно нету здесь все реже проблем нету продукт туда чуть-чуть с фондом добавим в упор не представляю зачем она нам это холодная ну как бы шестерку да без базара так 40 ампер это как бы дофига да по идее ну как бы не знаю давайте 33 дадим но масса нужно вообще для него слушайте мы забыли массу подцепить по идее на деталь но она лежала от тиски уперта а а массу подцепить а как мы без массы не понял а ведь мы без масса работали это масса руках он и без масса работы равенна тебе нужно то мы поцепить короче масса без массы масса не нужна я вообще не понял разница зачем она поздравляю вы плазмой отрезали кусок металла давайте возьмем что-то супер мега толстая всем же интересно отрезать от такого куска кубика кусок ресивер там 7 очков то есть ресиверов сейчас спустили буквально одно очко двенашка чистый грязный пока не торопите я еще не умею масса на какой черт нужно масса если мы без массы как-то умудрились не думаться она была задела на тиски прилипла там значит чем и режем фланг двенашка 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 а ну давайте 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 поменяем ракурс и так 12 12 отыскер подальше попробуем кусочек до вырезать дадим на аппарате максималочку 50 ампер примерно понял принцип примерно если начинает дур 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 делать значит надо резче двигаться резче вести мы не нарезали в одном месте вообще не дорезали вообще не дорезали это сломаю но не до реза не до реза вот какой резку какой отвратительный видали спешу да значит или воздуха мало ну как-то он видите на бок заходит мне кажется неправильно мне кажется на воздуха помоле я не понимаю зачем масса и как масса может слушайте зачем масса а ну давайте его в бок уберем отвратительно без массы сопло убьем сейчас только так сопло еще чистое не убили давление железных 5 снимаем железных 5 мне кажется масса нет мне кажется чисто сейчас я знаю я сейчас полю пол аппарата не переживайте мне кажется мы дежурным напряжением режем не что-то не то что-то все погано наверно масса нет тут все чисто 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 так что давление уменьшено может мы его переделали давайте убавим ампера 45 фиг его знает класс отличный резку я не понял из-за чего что я убавил или из-за того что я там убавил ну режем достаточно ничего так честно болгарки проще 25 раз давайте 40 попробуем а идеально режет мне кажется что 50 он надо для толстого чем дольше все-таки чем меньше тут не как резак резак 4 но трубец рука вся победа парадный свиток тут не как резак запалил на всю как дал там и все порезал тут чем тоньше тут свои правила по идее ну где я ну смотрите как режет обратная сторона что в шлаке так ладно сколько надо давать 35 ну отлично супер класс поздравляю ладно люди мне не нужно с ним гуляться и мне вообще гуляться что-то с ним не хочется сейчас потому что у меня еще много другой работы видали какой чистый рез ну и что что кривой я же не чертил ничего видали да где-то реаниматор видал специалист как думаешь получится у меня в жизни все срезами нет нормально по сути по сути еще надо с регулировками поиграться да там 30 что это 30 почему это 30 30 ампер понятно как аплос что-то нужно для пятерки 30 много мало мало 36 отрезали 40 отрезали отрезали это как с фигом когда-то было ничего не получалось да но потом все взяло и получилось поздравляю освоим-ка от эту технологию резания я надеюсь он нам пригодится осталось сделать тачку для того аппарата и для этого чтобы стояли два и радовал тот виттлс сваркой алюминия пожалуйста камен был под видосом ты чё гонишь он не будет варить алюминий но мы желаем так вы не варите мы срёте вы срёте какая разница что мы срём не срём держится держится крепко крепко на кузовне на том капоте тут шов бедный какая разница на сколько он процентов держит если то просто трещинка чтоб шпакли не лопалась для нашей задачи длился с головой хватает для не ответственных конструкций плазморез класса штука но есть одно но что-то рука от искры печет заживет я помню на презенту с помощью кожи рожа варить а я в парадном выходном свитере так праздник какой праздник какой луч профи будет радовать нас не знаю сколько долго недолго поздравляю всем счастья здоровья сегодня по плану должна быть мазда но мазда будет сегодня поздно вечером и мы загоним и я вряд ли буду видос снимать поэтому сегодня на основном канале один видосик второй канал второй видосик на лайф канале конечно же будет всем пока парни сваймера спасибо большое обязательно познаю все тайны плазморезки обязательно с вами поделюсь